И вновь эфире студия Купол и мы вновь говорим о проблеме национальных отношений межэтнической гармонии и о том, как нам этого достичь, сейчас у нас в гостях заместитель министра внутренней политики Нижегородской области Антон Алексеевич Савин. Здравствуйте, Антон Алексеевич. Вы сегодня, так понимаю, присутствовали на Конгрессе народов. Как шло обсуждение? Насколько люди готовы обсуждать эту тему? Насколько она актуальна? Значит, тема очень актуальна. Это даже показывает, Конгресс является, наверное, показательным мероприятием того, что основывается на базе исследований, именно исследований актуальности этой проблематики непосредственно на территории как Нижегородской области, так и России в целом. И Конгресс уже выводит, наверное, те определенные выводы, которые делались на базе этих исследований, что тема действительно очень серьезная для нашего общества, для нашего государства. И, конечно, тема межэтнических отношений, отношения разных национальностей, разных народностей, к сожалению, вот как-то в последнее время она стала актуальна из-за того, что различные, скажем, паразитирующие силы пытаются взорвать ситуацию искусственно и создать то, что исторически веками всегда сохранялось в быту разных народностей, разных культур. Это именно мирное сосуществование, это мирное взаимодействие, это солидарность. И, к сожалению, те вспышки, которые имели место в истории нашей современной России, они показали, что тема актуальна, и эту тему необходимо не только обсуждать, но и принимать какие-то конкретные меры. Поскольку Конгресс, который сегодня проводится, он носит, безусловно, рекомендательный характер, но в то же время он носит характер даже и собирательный с точки зрения того, что он представлен участниками из разных регионов России, принимает участие разные народности, национальности также в этом мероприятии. И в связи с этим, конечно же, он такой собирательный с точки зрения сбора информации, его обобщения, аналитики и так далее, для того, чтобы уже принимать какие-то конкретные меры. Каждый говорит о своем наболевшем, и можно судить ситуацию в целом. В целом, естественно, рассматривать роль средства массовой информации, мы прекрасно понимаем, что средства массовой информации, будто печатные издания, радио или телевидение, или интернет, как новое средство массовой коммуникации, которое, в общем-то, вытесняет уже телевидение в настоящий момент. Безусловно, степень воздействия средств массовой коммуникации, они доказаны на уровне медицины, психологии, философии и так далее. То есть, естественно, это человек даже, возможно, невербально ощущает это воздействие. И как-то подсознательно, что особенно мы видели на примере 90-х годов, когда шло просто тотальное воздействие, именно такое, скажем, психологическое воздействие через средства массовой информации на наше население, наше общество, именно на возможность с целью расколоть общество. И то, что стало происходить уже в 21 веке, с 2000 года, когда политика государства систематизировалась с точки зрения именно политики по национальным вопросам, мы увидели, что, в общем-то, очень серьезные, позитивные сдвиги произошли. И особо хотелось бы отметить, что, например, Нижегородская область отличается еще и тем, что эта область стала своего рода оплотом, притоком национальностей, ярким образцом, показательным образцом мирного существования различных национальностей, народностей, даже совсем-совсем малочисленных. И поэтому то, что вот 9-й год проводится данное мероприятие, и эта тема так вот очень актуально обсуждается, это, я думаю, что крайне актуально, крайне важно как для Нижегородской области, как, скажем, образцово-показательным в этом вопросе, так и для нашего государства в целом. А как вам кажется, почему вот Нижегородская область может быть служить примером? Это исторически так сложилось? Знаете, наверное, это исторически сложилось, потому что, в общем-то, и ментальность тех людей, кто исторически проживал в Нижегородской области и проживает сейчас, в общем-то, этот край, этот регион, на мой взгляд, пропитан высокой степенью духовности, нравственности, интеллигентности, что отличает нижегородцев, наверное, от жителей других регионов. Не хочу никого обидеть, но вот именно, наверное, это так и есть. Может, мы еще просто и привыкли жить все вместе рядышком? Ну, видимо, это когда-то произойдет, и те наработки, те культурные наработки, которые и те именно достояния, культурные и духовные достояния Нижегородской области, они должны как-то трансформироваться и на другие территории. То есть, вот это должно каким-то образом Нижегородская область, на мой взгляд, является таким вот, такой опорной точкой для распространения духовности, потому что нам всегда, в общем-то, те люди, кто проживал и проживает на территории России и в древние времена, и в современности, безусловно, нам, мы живем, что называется, от души. И, в общем-то, Нижегородская область здесь бесспорно, в общем-то, вне конкуренции. Ну, как вам кажется, а журналисты-то что могут сделать, чтобы все было хорошо и не стало хуже? А может быть, лучше даже? Что, кстати, и больше писать о разных национальностях. Вы знаете, мне сегодня подобный вопрос задавали во время одного из интервью, и, в общем-то, так совпало, что сегодня еще отмечается Международный день смеха, день улыбки, прошу прощения. Вы знаете, наверное, нам в последнее время, может быть, мы устали от тех картин, которые мы видим на телевизионном экране. О, да. Бесконечное насилие, кровь и так далее. Просто не хочется сейчас это обсуждать, и людям не хватает доброты, тепла, радости, хорошего настроения, в конце концов. А ведь радость, хорошее настроение, эти чувства, они нас объединяют. Потому что зачастую многие перестали даже дороться своими соседями. И, конечно, если посредством средств массовой информации прививать такие простые человеческие истины, как любовь к ближнему, независимо от того, какой он национальности, любовь к своей родине, патриотизм. Патриотизм, причем в той форме, что независимо, опять же, вот к какой национальности, к какому этносу человек относится. И все, вот, возможно, какие взрывные, на провокационные пытаются материалы освещаться в средствах массовой информации, безусловно, здесь тоже журналисты, те, кто руководствуется профессиональной этикой, журналистской настоящей профессиональной этикой и не являются скандалистом. Здесь, я думаю, что журналисты способны затушить именно вот этот канал негатива, который вот все пытается, пытается выходить на телеэкраны, или там радиоэфир, или на печатные полосы. Понятно, что эфир на телеканалах или там радиостанциях, он имеет очень большую ценовую политику стоимости эфира, какую-либо программу. Понятно, что редакторы, которые размещают средства массовой информации, определенные передачи, они, конечно, борются за рейтинги, но все-таки рейтинги, они должны как-то совмещаться еще и с тем, с объективностью и с позитивизмом воздействия на человека, чтобы у человека никогда не нарушалась психика. Ведь это прямое воздействие на нашу нервную систему, на нашу работоспособность, на наше здоровье, психическое здоровье, физическое здоровье, они взаимосвязаны между собой. Поэтому, конечно, здесь, безусловно, СМИ очень большую роль, если не главное, играют. Но ведь не секрет, что зачастую, да действительно, не зачастую, а чаще всего самые страшные какие-то национальные идеи, такие агрессивные, они приходят из интернета. Что с этим делать? Вот у вас, как у замминистра, есть какой-то ответ на этот вопрос? Как бороться с экстремизмом, который идет из интернета? Знаете, очень сложный вопрос, потому что мы знаем примеры того, что даже если какие-то выходили, скажем так, интернет-ресурсы, провоцирующие на какие-то проявления жестокости, на осуществление террористических актов и так далее, где-то они каким-то образом блокировались, потом всплывали вновь. То есть система размещения и вывода ресурсов непосредственно в сеть, интернет, ну, в общем-то, уследить за этим невозможно. Может быть, просто увеличить количество именно, скажем, ресурсов, которые объективно и правильно освещают ситуацию. Ведь бывает как. Что-то даже иногда очень сильно надуманное и не существующее, и не произошедшее освещается таким образом, что, в общем-то, пользователи интернета просто-напросто, ну, волосы дыбно встают, когда они начинают это читать, начинают это обсуждать, естественно, это все выводится на форум и так далее. И, может быть, за счет того, чтобы блокировать просто вот эту информацию, объективной информацией, позитивной информацией, может быть, за счет этого вот возможно на противовесе сыграть здесь. Другую картинку. А иначе как? Ну, просто мне не видится, потому что я, так сказать, не очень сильный технический подков. Я не знаю, как можно заблокировать или там вести такую жесткую цензуру в сети интернет. Все равно уже у нас найдутся те, кто найдут какие-то обходные пути для того, чтобы эту вот картинку там ту же самую негативную разместить. Ну, я так понимаю, вы за здоровую альтернативу, правильно? Конечно, конечно. Скажите, а как министерство? За здоровую даже, скажу так, здоровую доминирующую альтернативу. Все-таки, на мой взгляд, здоровая альтернатива, она должна доминировать. Потому что мы привыкли, очень сильно привыкли и свыкли с этим негативом, который на нас выливается. Мы привыкли прилипать к телеэкранам, когда идет, например, хроника происшествий, случаются беды, горести и так далее. То есть людей в большинстве случаев это именно притягивает к телевизору непосредственно или к радиоприемнику, какие-то сенсационные события. И как-то в тень стало уходить достижения, скажем, определенные, скажем, даже в Нижегородской области. Нет, в Нижегородской области я отдельно хочу сказать. Здесь как раз особая политика по освещению достижений и особая политика по размещению информации как на телевидении, так и на интернет-ресурсах, так и в печатных изданиях. Поскольку, если применимо к нашему сегодняшнему мероприятию, к Конгрессу, скажем так, что существуют регулярные выходящие телепрограммы на ведущих нижегородских каналах. Есть публикации в ведущих печатных изданиях. Причем многие программы выходят на национальных языках. То есть это показательно. Это опять к тому, что Нижегородская область является одним из талонов в принципе мирного существования и сожительства различных национальностей и народностей. Так что вот как-то видится таким образом. Министерство внутренней политики работает над внутренней политикой. Обязательно. И слава богу, это находит хорошую. Обязательно. Ну что ж, спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо большое. Тема, как мы видим, очень интересная. И, наверное, мы еще и впредь будем к ней возвращаться. Так же, как Конгресс будет проходить каждый год на каждом форуме. Спасибо вам за беседу. Студия Купол продолжится. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо.